Задыхаться от автобусных выхлопных газов в последнее время приходится северодвинцам. В нашу редакцию поступили сразу несколько жалоб от горожан по поводу коптящего транспорта. В нечистоте уличены в основном лиазы. После поездки на них у пожилых северодвинцев развивается даже кашель и недомогание. Сухой кашель и головная боль – такую неприятность заработала Тамара Васильевна. Она надышалась выхлопными газами, когда выходила из автобуса. А совсем недавно, вспоминает пенсионерка, прямо из лиаза она попала к врачам. Как тормознул, все даже, которые стояли, упали уже. Я о них не осуждаю, что стояли. От сидений-то мы все упали, которые на сиденьях. Я все ноги разбила, у меня до сих пор синяки на ногах. Ну вот у кого астма или аллергия, конечно, тяжело. Страдают люди и дети страдают. Специалисты говорят, черный шлейф может появиться из-за технической неисправности автобуса. Засор воздушных фильтров, изношенные форсунки, неподходящее топливо. Появляются следствия избытка топлива или недостатка воздуха. Значит, что неплохо проводят техническое обслуживание автобусов. Руководитель одной из фирм-перевозчиков предположил, возможно, что называется коптить автобусы заставляет некачественное топливо. Его транспорт регулярно проходит технический осмотр. Впрочем, сотрудники ГИБДД периодически выявляют на дорогах города автобусы без отметки о техосмотре. За загрязнением воздуха в Северодвинске наблюдает гидромедстанция. За год ее сотрудники отбирают почти полторы тысячи проб. Воздух автотранспортом выбрасывает в год 12,6 тысяч тонн. Но вот что касается концентрации, то есть это практически загрязнение атмосферного воздуха, то он находится в пределах нормы. Специалисты советуют перевозчикам усиленно следить за состоянием транспорта.